У нас же в гостях уже есть представители общества слабослышащих людей нашей страны. Это Мара Ласман и председатель Рижского общества слабослышащих. И Лаура Плиско, сурдопереводчик. Сейчас с ними и поговорим. Во-первых, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, может быть, начнем с того, почему вообще в Латвии решили провести такую неделю слабослышащих людей. Каждый год в мире в конце сентября есть день слабослышащих. И это как традиция. И мы придумали, что будет целая неделя. Может, расскажите вот про эти курсы, про которые нам рассказали немножко вкратце в сюжете. Бесплатные или они? Бесплатные курсы. И где их можно пройти? Есть две другие. Как бы были такие, которые бесплатные. Это просто, чтобы приглашать людей, чтобы у них было интереса. И есть другие, которые платные. И там более серьезно это все. И есть два, как бы, варианты. Сложно ли выучить язык жестов? Это как бы зависит от человека. От мотивации, наверное, да? То есть для чего тебе это нужно? Да. Другие очень... У них тяжелые руки, а другие у них мягкие руки и светлая голова. И это как бы зависит от каждого. Ну, задавай. Задавай ты. Достаточно ли... Сколько нужно учиться вот языку жестов? Ну, я как бы знаю, язык жестов это мой первый язык. Все мои родственники, мама и папа, все глухонемы. И как бы я выросла с этим, но я думаю, что это очень сложно. Ты можешь, как бы, получить диплом, два года тебе надо учиться, но я думаю, что это слишком мало. Я думаю, там пять, шесть или семь даже. Теперь мы понимаем, почему вы захотели стать сурдопереводчиком. Потому что в семье были слабослышащие люди. Это повлияло? Да. Как вам кажется, язык жестов, он нужен только для непосредственно слабослышащих людей, для их родных, друзей? Или все-таки какие-то основные фразы в обществе хотелось бы вам, чтобы в обществе знали люди отдельные основные фразы? Примерно, она работала в Берн-Дар-За. Там есть дети, которые глухонемы. И первое, это за имя Волода, да? Угу, язык жестов. Да. Там, когда у тебя три или четыре года, первая коммуникация, это очень важный жест. Если ребенок очень хорошо понимает жесты, тогда, тоже, который слышит, да, тогда они потом очень хорошо говорят, и жесты, это очень важно. Язык жестов в каждой из стран отличается, либо он один, универсальный? Нет, у каждой есть своя. Есть одна, интернациональная. И это, как бы, у всех то же самое. Но у каждой страны по-другому. 6-7-200-232, это телефон прямого эфира. Вы можете звонить и нам высказываться. Может быть, у вас есть мнение на тему слабослышащих людей. Может быть, вы сталкивались, может быть, вы сами изучали язык жестов. В Латвии, Лаура, скажите, пожалуйста, есть 43, насколько мне известно, 43 сурдопереводчика. Это достаточно мало. То есть это те непосредственно люди, которые могут работать с языком жестов. Вы, мы уже знаем, что вы с детства сталкивались с языком жестов, и с детства его знаете. Но вот эти 43 человека, это тоже люди, которые с детства общаются на языке жестов? Или же это специально обученные люди, которые получают сертификаты? Нет, на самом деле не все. Я бы даже сказала, что большая часть из всех, эти люди, которых никогда не было никакой связи с глухими, и они обычно, они их встретили на разных мероприятиях, и они увидели, они заинтересовались, и они выбрали, и учились. Вот у меня сейчас такой вопрос возникает. Русский и латышский язык жестов, это же разные языки? Да. Как вам, это же тяжело, вы сейчас говорите по-русски, переводите на латышский, и это все происходит абсолютно синхронно. Вот почему-то так вот я сейчас подумал, это же очень тяжело. Я думаю, что, может быть, извините по моему русскому языку. Нет, все в порядке, просто одновременно переводить и латышский, и говорить по-русски. Ну да, это наша работа, и мы должны это знать. Ну, это тяжело оно. 67200-232, это телефон прямого эфира, звоните и задавайте свои вопросы, если у вас такие есть. Я вот очень хочу, ну, вот, мое, что ли, личное мнение, личное вот какое-то наблюдение. Мне очень нравится, как общаются люди на языке жестов. Я никогда не сталкивалась сама и, в принципе, не знаю никаких фраз, но мне кажется, что это очень красиво. Я не знаю, почему. Да, это и так другие, которые смотрят, они думают, что они просто, как бы, ну, ничего не понимают, но на самом деле для каждого слова есть свой знак, и это очень красиво. А вы всегда, Лаура, сама жестикулируете часто в общении, вот вы замечали за собой, что из-за того, что вы работаете с урдопереводчиком, общаясь с людьми, у которых нормальный слух, тоже жестикулируете активно? Ну да, тоже ваша коллега мне сказала, вы тоже все время в знак. Ну да, я привыкла с детства, это, как бы, мои первые языки. А вот хотелось бы задать следующий вопрос. Могли бы вы показать языком жестов, как будет «Жизнь сегодня» — это название нашей передачи? То есть «Жизнь» — это… Жизнь. А это обязательно правой рукой или левой можно показывать? Правую. Правую. Правой. «Жизнь сегодня». «Сегодня». То есть «Сейчас». А по-русски так же будет, да? Тоже, да? «Сегодня» — «Жизнь сегодня». Вот так вот. Я хотела бы узнать, может быть, с какими… Вернуться вот непосредственно от языка жестов. С какими проблемами в Латвии сталкиваются слабослышащие люди? Вот мы все время часто говорим о людях на колясках с особыми потребностями, в плане у которых нету ног или какие-то болезни с ногами. Но вот с какими проблемами в Латвии сталкиваются слабослышащие люди? Или таких проблем, может быть, не так много? Когда есть сигнализация, авария в магазинах, да? Ну, максимум, да. А глухонимы, они не могут слышать сигнализацию. Нету специальных, которые с светом… Световых приборов? Да, нету таких. У нас, кстати, вот о световых приборах есть замечательное видео, которое мы покажем чуть позже. Которое мы покажем буквально скоро. Всегда, правда, думала, что этот язык одинаковый на всех языках мира. И в нашей студии сегодня были председатель рейтингового общества слабослышащих Мара Ласмана и сурдопереводчик Лаура Плиска. Продолжение следует...